В легкоатлетическом забеге, посвященном Дню Народного Единства, приняли участие более 100 человек. Это школьники из 15 спортивных и образовательных учреждений Анапы. Но главная задача организаторов мероприятия – выявление спортсменов, которые покажут лучшие результаты. Сегодня будут присуждаться спортивные разряды. У нас сегодня первенство города. И поэтому любой разряд – это очень важно для вас лично, для вашей школы. Забеги проходили в нескольких возрастных категориях на дистанции 600 и 1000 метров. Самые младшие – третий классники. Среди девочек в этой возрастной категории лидером стала Полина Федорова. Легкая атлетика девочка занимается менее года, но уже настроена на серьезные результаты. У нас учитель, который легкая атлетика, он у нас ведет в школе физкультуру. Когда мы занимались, он меня позвал к себе на легкую атлетику. И я стала ходить на легкую атлетику. Я очень люблю бегать и прыгать. Я хочу стать олимпийской чемпионкой. В числе участников не только новички, но и опытные спортсмены. Поэтому борьба за призовые места среди школьников постарше разгорелась совсем не шуточная. Полина Семикина увлекается танцами и футболом. Была твердо уверена в победе, но пришла к финишу лишь второй. Там девочки более опытные. Они занимаются легкой атлетикой долго. И на многих соревнованиях были. А я так, в любительских. Итоги соревнований подвели сразу после забега. Победителями стали Иван Стародубцев, Ирина Тузлукова, Алексей Семенчук, Данила Гура, Кристина Гончарова, Илья Репкин и Полина Федорова. Цели, я считаю, были достигнуты, которые ставились перед детьми, перед тренерами. Результаты великолепные. Будем смотреть лучших детей, выявлять, кто у нас кандидаты в сборную команду, которые уже есть. Они подтвердили свои результаты. Так что все довольны остались. И родители, и дети, и тренера. Но главное испытание у спортсменов еще впереди. Ребята, занявшие призовые места, будут включены в городскую сборную по легкой атлетике. И представят Анапу на первенстве Краснодарского края, которое пройдет в Славянске-на-Кубани.